Здравствуйте! Мы сегодня здесь собрались для того, чтобы показать родителям, как правильно писать перо. Это значит, как правильно располагать тело, как правильно располагать тетрадь, как правильно располагать руки, как правильно удерживать перо и как правильно пером писать. Начнем с туловища. Сидим на стуле ровно, спина прямая, спина облокачивается на спинку стула. Уровень парты должен быть примерно вот на уровне солнечного сплетения, чуть пониже. Между партой и грудью должен проходить кулачок, ноги стоят вместе на полу, опираются, прямо ступня полностью должна стоять на полу и относительно пола ноги стоят под углом 90 градусов, в месте сгиба коленок. Руки. Чтобы руки лежали правильно, нужно сделать такое упражнение. Ставим локоточки на стол, соединяем пальчики, должен получиться угол 90 градусов между ладошками. Опускаем ручки на парту и немножечко сдвигаем назад. Локотки немножечко свесились. Рабочая рука держит перо, нерабочая рука держит тетрадь. Тетрадь располагается под углом. Вот если мы ее откроем, то угол листочка, на котором мы работаем, не угол тетради, а угол того листочка, на котором мы работаем, должен быть направлен в центр груди. Вот такое вот рабочее положение. Значит, если ребенок пишет левой рукой, то все то же самое, только в другую сторону. Ничего не меняется. Значит, перо. Перо мы берем точно так же, как и карандаш. Вот контролируйте, пожалуйста, чтобы вот этот средний палец не лежал вот так на пере, то есть чтобы только указательный палец лежал сверху. Указательный палец должен свободно двигаться по держателю. Перо фактически удерживает только средний палец и большой. Указательный палец придерживает перо и задает направление движению пера. Значит, дальше будет сложно, может быть сложно и непривычно, потому что мы привыкли писать шариковой ручкой. В шариковой ручке шарик свободно и практически бесконтрольно двигается по листу тетради. И чтобы его удержать, нужно напрягать кисть руки, чтобы задать направление движению шарика, потому что шарик не тормозится ничем, он может двигаться в любую сторону. Перо, слава богу, так не двигается. Оно по тетради идет с усилием, и поэтому если перо держать неправильно, оно будет или не будет писать совсем, или будет царапать сильно, сильный звук царапания тетради. Значит, держатель должен касаться сустава, вот этого сустава руки, чуть-чуть пониже быть. Не надо заваливать держатель вот сюда вот в этот овражек, как мы держим шариковую ручку. Это неправильно. То есть, вот так, чуть ниже сустава. И рука лежит не на боку, как мы привыкли писать шариковой ручкой. У нас рука при письме шариковой ручкой полностью лежит на столе, и мы пишем. Здесь по-другому немножко лежит рука, и даже не немножко. Рука опирается вот здесь вот на локоток. Да, локоток свисает чуть-чуть прям, вот здесь на локоток. А здесь рука опирается на два пальца, мизинец и безымянный. Вот положение безымянного пальца и мизинца может быть в этом случае любое, как удобно ребенку. Или немножечко подгибаются пальчики, или вот так может быть мизинчик в сторону отставленный быть, на него опираются. Какой контроль? Контроль, чтобы кисть руки не лежала на парте, и вот здесь вот должен быть воздух. То есть высоко, чтобы ребенок не задирал вот так руку, вот так спокойненько. В идеале, как нам говорили на курсах, раньше люди писали пером, опираясь только на локоть. Они не опирались вот здесь вот кистью вообще ни на что. Вот и рука свободно двигается по тетради. Чернильница располагается рядом с рабочей рукой. Она должна быть всегда открыта, потому что детки многие открывают чернильницу, макают перо, а потом закрывают, потом снова открывают. Так делать не надо. Чернильница открыта, крышечка лежит вот здесь в специальном углублении. И носик пера аккуратно опускается в чернильницу. Следите, чтобы дети не били носиком по дну чернильницы, как вот, да вот такого, чтобы не было. Кончик пера очень тоненький, он испортится. То есть аккуратненько обмакнули, можно лишние чернила, немножечко окра чернильницы снять. И вот в таком положении мы начинаем писать. Когда перо двигается вниз, происходит нажим, усики раздвигаются, у пера здесь есть на конце два усика, они раздвигаются, и за счет этого получается толстая линия. Когда перо двигается наверх, получается тонкая волосяная линия. Вот все буквы наши состоят из этих толстых с нажимом линии и волосяных тонких линий. Это придает письму объем, написанному тексту объем и красоту. При письме пером, повторюсь, угол листочка, на котором работаем, располагается вот этот угол, направлен в центр груди. Если мы работаем на этом листочке, соответственно, угол вот этого листочка смотрит грудь. Вот так. Напомню, что перо держим двумя пальчиками, большим и средним, указательный свободно лежит. Есть такое даже упражнение вот так поделать. Свободно лежит на пере и направляет его движение. Держатель находится чуть ниже сустава вот этого, не заваливается вот так. И обращайте внимание, чтобы кончик держателя был направлен в плечо. Кисть руки не лежит на столе, на стол опирается только локоть и два пальчика подогнутых вот так можно делать, безымянный и мизинец. Или, кому удобно, безымянный пальчик можно поджать и вот так немножко мизинец сделать в сторону, на него опираться. В идеале, повторюсь, писали раньше не опираясь вообще пальцами и кистью руки на тетрадочку, вот так, свободным движением. Обмакиваем перо в чернильницу, носиком не бьем по дну чернильницы и пишем вот такие упражнения. Вот такие линии широкие. При письме пером усики раздвигаются. За счет этого получается толстая линия. При движении вниз она получается толстая. Обычная линия. Вот здесь рабочая строка. Вот прорисовываю родителям вот эту строчку, в которой мы работаем. Это верхняя рабочая линия, нижняя рабочая линия и средняя. Все буквы вписываются, все прописные буквы вписываются именно вот в эту строчку. Вот, например, буква А. Вот в ячеечку она попала, смотрите. Сама буква. Это уже соединение к другой букве. Верхняя дополнительная линия предназначена для прописи заглавных букв. Для помощи ребенку, чтобы ребеночек опирался на что-то. Нижняя рабочая линия предназначена для того, чтобы прописывать буквы с элементами длинными вниз уходящими. Так, вот эта разлиновка помогает ребеночку писать буквы. То есть есть опоры. Есть верхняя граница письма, нижняя граница письма и боковые границы письма. Вот в эту ячеечку буковка должна встать. Значит, при письме пером, как я уже говорила, при движении вниз усики раздвигаются, получается толстая линия. При письме пером вверх получаются тонкие волосяные линии. И за счет этого письмо получается объемным и красивым. Я буду давать детям задание дома писать вот такие элементы. Обыкновенная палочка, длинная верхняя, длинная нижняя, крючок и овал. И мы будем писать буквы прописные, а потом к ним присоединим заглавные. Прописные буквы я детям объясняю, как писать правильно на доске. Есть очень много нюансов, про них я рассказывать не буду, потому что это большой объем информации. Пусть детки запоминают это на уроке. Дома просто проследите, пожалуйста, чтобы они правильно сидели. Немножко наклон в перо можно наклониться. Правильно сидели и правильно держали перо. Так, есть еще один нюанс, про который я забыла. При письме пером тыльная сторона ладони должна тоже смотреть в потолок. Вот эти косточки и звездочка на перее, и вот эти косточки. Рука не должна быть на боку. Обратите внимание, когда я руку кладу на бок, держатель сразу смотрит в сторону. Есть такое упражнение. Положили руку с пером на стол, как обычно мы пишем, карандашиком, а потом ее вот так раз развернули и поставили на пальчики. И тогда держатель сразу смотрит в плечо и тыльная сторона руки тоже смотрит в плечо. Есть такая ошибка у детей. Они очень сильно напрягают пальцы, держат вот так перо. Не вот так пальчик кладут, а на перо кладут. И вытягивают вот эти два пальца, иногда и большой вытягивают. И очень сильно вот здесь напрягают, прогибают. Такого быть не должно. Ребенку будет очень трудно так писать. Будет уставать сильно. После работы пером мы берем ткань, вытираем аккуратно перышко, чтобы не засохли чернила. Кладем и закрываем чернильницу. Когда работа полностью окончена, черницу закрываем.